В этот январский день мы вспоминаем павших в прорыв блокады Ленинграда. Ведь для моей мамы, которая в этом году исполняется 93, а тогда было всего 17 лет, этот день означал спасение, продолжилась эвакуация. Уже после войны, работая почвоведом в полях и лесах Ленинградской области, мама всюду встречала следы тех ожесточенных боев. И эти сильнейшие впечатления превратились в ее стихи, которые я не так давно обнаружил на пожелтевших страницах старых тетрадей и издал отдельной книгой. Мама, прочитай, пожалуйста, что-нибудь из своих творений. Приземистый домик с зеленым фронтоном, во врагах не стаявший снег. Из старых, навек пропыленных вагонов усталый размеренный бег. Настычь в составу. Вагоны, машины, вот надол был вдоль полотна, Вот каски разбитые лежат половины, Повсюду былая война. Воронки с водой до сих пор подомгою Побольше уж лет десяти. Окопы стоят, зарастают травою, Не могут никак зарасти. Огромные свертки, ржавелые колючки, А рядом, в сухом сосняке, Сплошная поляна костей человечих И череп в костлявой муке. Что было здесь? Госпиталь? Страшная битва? Кто здесь защищал Ленинград? Быть может, стояли, Приказ выполняя ни шагу, Ни шагу назад. И вот погибли, Меня защищали. Об этом нельзя забывать. К поляне с костями Я низко склоняюсь, Пора бы уж вас закопать. Я знаю, что смерть – Это донеза просто. Мы нашим упорством сильны. И тот, кто затеет войну до погоста, Будь проклят. Не надо войны. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok